Если уже тема пошла об огне, хотелось бы поговорить о сущности огня. Вы знаете, если смотришь через Писание, то огонь символизирует больше испытание. Испытание веры, испытание дел, испытание, наверное, надежды, которая у нас есть. Мало того, что огонь находится в светильнике, который освещает нам путь, но огонь также и делает испытание. Мы видим, как в жизни Евнухов было испытание, когда Бог вызволил Авдинага, Даниила, Евнухов, которые были брошены в печь для испытания их веры, правда? Бог освободил их. Вернее, у них не было никакого повреждения. Четвертый человек, который был там, подобен был сыну Божьему. Это интересно, очень интересно, потому что всякое дело будет испытано. В Послании к Коринфянам 3 глава говорится так. «Пода на мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Мессия, Ишуа. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Дело человека. Как человек строит свою жизнь? На чем он строит? Конечно же, каждый может сказать, мы имеем основанием нашей веры Мессию. И это правда. Каждый из нас строит на основании, которое есть Христос, Мессия. Но у каждого есть свое дело. К чему мы стремимся? Если брать сосуды золотые, то говорится о служении в храме. Потому что в храме были сосуды из золота, серебра, камни драгоценные, фоды и так далее. То здесь употребляется всевозможное служение. Но каждый смотри, как он строит. Я верю, что каждого дела оно будет испытано. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Как бы из огня. Вот момент здесь не просто спасения, а наше дело всегда будет испытано через трудности, через неприятности, через сложные обстоятельства. Бог будет испытывать огнем обстоятельств в нашу жизнь. И если наше дело, оно построено из камня, оно устоит. И об этом говорит Писание. Что в этом же послании дальше говорится. Никто не обольщайся само себя. Если кто из вас думает, что он мудр, веки всем тот, будь безумным, чтобы быть мудрым. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Вот фактически огонь, он будет испытан. Испытывать вообще нас с вами. Этот огонь должен сделать нас стойкими, непоколебимыми, твердыми в вере, надежде в Боге. И я думаю, что прообраз огня не только является светильником для нашей стези. Он является испытанием для нас. И как я уже говорил раньше, десять дев, которые вышли навстречу жениху со своими светильниками, число десять, всегда связано с числом испытания. Десять заповедей. Десять мудрых, десять неразумных. Для того, чтобы Бог отвечал на молитвы в еврейских синагогах, менян должен составлять не меньше десяти человек. Все-таки число десять — это время испытания. Для нас испытания в молитве, испытания в Слове Божьем, в настойчивости, в вере, в надежде. И я советую вам посмотреть на это время как время благодатное. И если кто-то проходит испытание огнем, не чуждайтесь. Главное, чтобы ваше дело не сгорело, чтобы вы были обновлены, как золото, которое переплавляется, очищается, так, чтобы ваша жизнь очищалась всегда. Как написано, что ненужные или сухие ветви на лозе, их стригут, для того, чтобы сама лоза была фактически подловита. Если что-то у вас в жизни отрезано и брошено в огонь, не бойтесь. Все испытывайте. Хорошего держитесь. И пускай Бог благословит вас.